Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6. И в этой серии я буду проходить нашего любимого бота, Лича Магилорда, который как раз у нас сейчас вот и появился. То есть 4 дня на него у нас есть на прохождение, и на этот раз у нас на карте 4 круга. Единственное, что мне не очень понравились правила, а так это то, что у нас всего доступны вот эти 4 героя. Я, если честно, думал, просто возьму Бенджамина, и всё будет классно, как обычно. А тут что-то не удалось. Ну, как минимум, я решил взять хотя бы Хобина, как он там? То есть вот у нас наш герой, Обин, не так вообще его даже назвал Зеленоног, а всего потому, что он нас будет бафать друидов. А друиды, как бы, это очень даже и полезно. Особенно в самом начале, когда мы будем их вкачивать на нижнюю линию. Так, обычно Обязян я, наверное, пока сюда поставлю, раз она у нас тут бесплатная. И будем постепенно, наверное, сразу же копить на банановую ферму. Мне кажется, у нас Обязян с дротиками будет долго ещё справляться всеми. Так как это очень карта классная. По крайней мере, вот это место, вот и мне безумно нравится. Она очень удобная в том плане, что здесь прям можно очень хорошо поставить Обязян, и они будут видеть очень большое пространство. Так, у нас всё, появились первые деньги. Вот сюда бы я у нас поставил нашу первую банановую ферму. И, как видите, пока что у нас действительно наша самая обычная Обязяна с дротиками неплохо так справляется. Сейчас, наверное, будем копить на расширенного производства. А дальше уже посмотрим. Дальше там будет прокачка за 600 монет. И вот как раз таки увидим, будет ли наша Обязяна до сих пор хорошо справляться, чтобы мы могли дальше вкачивать. Также хочу вам рассказать о том, что я отснял уже первое видео по Майнкрафту. Я тогда, когда у вас как раз таки и спрашивал, будете ли вы против или не против того, что бы я снимал Майнкрафт. И, к моему счастью, очень многие были не против, и меня это очень обрадовало. И как раз таки для вас, людей, которые, можно сказать, на этой минуте еще смотрят, я вам расскажу о том, что видео будет по игре Скайблок. Может быть, вы знаете, это выживание на небольшом острове. То есть мне довольно-таки это нравится. Это интересно. И то, что бы я у вас хотел узнать, это какие бы вы постройки хотели увидеть на этом выживании. То есть у меня, конечно, есть, в принципе, идеи, есть задумка, но мне было бы интересно попробовать реализовать какие-то ваши желания. Потом буду ждать в комментариях ваши советы, если вы, конечно, захотите. Не захотите, ничего страшного. Так. Первая банановая фирма у нас нормально уже вкачана. Обязанность с дротиками тоже пока идет нормально. Я даже не знаю, стоит ли нам сейчас просто копить на следующую банановую фирму или немного же прокачать нашу обезьяну с дротиками. Хотя, если так посмотреть, у нее вообще все замечательно. И радиус у нее очень хороший. Она стреляет. Ускоренно причем. Поэтому, да, скорее всего, мы еще поставим. Вот. И постепенно теперь уже тогда можем будем потом начинать копить на прокачку самой обезьяны. Сколько я только что воды налил в одном предложении. Я в шоке. Так. Ну, чуть прошло. Это не так страшно на самом деле. Главное, что мы сейчас банановых фирм будем получать намного больше. А в начальных раундах потерять немного хп это вообще не страшно. С учетом того, что мы потом еще рынки будем ставить. Потом, там что у нас еще всякое вот будет. В рынке, конечно, самое крутое. Бенджамин нам тут хп не добавит. К сожалению. Потому что ас его нету. Так. Качали немного нашу обезьяну. Теперь она у нас уже лучше стреляет. Исправляет сам по себе лучше со всеми. Я бы у нас еще хотел накопить на инженера. Инженер очень полезен. Особенно в самом начале. Он может и останавливать. И очень хорошо стрелять. Так. Я так думаю, что мы даже сейчас его на всех случаях поставим. Вот так ему тут радиус увеличим. И все будет в принципе хорошо. Пока что они вдвоем. Даже, наверное, без прокачки он сможет хорошо настреливать. То он, собственно, и делает. Так. Еще одна банановая фирма. Фирма. Сейчас будем ее прокачивать. У меня тут вообще... Я немного приценился к этой карте. Посмотрел, что тут можно сделать с фирмами, чтобы потом съесть их деревней. Ну, чтобы, знаете, максимальную выгоду получить. Я вот посмотрел, что вот здесь можно поставить более чем 8 банановых фирм. И потом как раз таки их деревня может спокойно съесть. То есть будем, наверное, как-нибудь это реализовывать. Надеюсь, что у меня это также получится. Так. Давайте тут немного качаем. Это что-то... Проблема немного у нас пошли. Так. Ну, теперь вот должно быть намного все попроще. Единственное, что вы... Давайте сейчас зайдем быстренько в способности. Я бы хотел бананового фермера нам купить. И поставить... Я не знаю. Ну, где-нибудь пускай здесь хотя бы будет. Будет по максимуму собирать. Так. То, что он у нас не собирает в камуфляж. Так. Потом вот здесь у нас еще будет. И вот что нам сейчас понадобится, так это купить алхимика. Покупаем алхимика и ставим его сюда. Поставим еще. Потому что на следующем раунде у нас уже будет свинец. Поставим ему прочную, чтобы он как раз таки только его пробивал. А пока идем сейчас дальше вкачивать банановую ферму. Ой, а давайте тут два пистолета прокачаем. Я думал просто, что он у нас уже есть. Так. Вот. Еще плюс банановая ферма. Проблем. К счастью, у нас сейчас пока же с этим нет. Вот здесь вот как раз таки лучше, наверное, мы будем деревню ставить. Куда-нибудь вот сюда. Так. Вот даже вот здесь вот. Потом вот сюда у нас самое обычное вот тоже будет. Единственное, что она пока что не вмещается, поэтому нам придется самим, если что, собирать с нее подарки. Или как? О, он что, он собирает бананы? Он собирает бананы и с нее. Тогда это вообще замечательно. И по итогу у нас тут 8 банановых ферм. Как я считаю, что это очень даже неплохо. Может быть, как-нибудь еще можно было бы втулить побольше. Ну, мне и этого достаточно, мне кажется. Это вообще неплохо. Так, давайте тут еще немного прокачаем. Здесь идем, чтобы они подороже были. Во. Инженер-то прям сейчас смотрите, как хорошо помогает. Он уже обогнал, обезен с дротиками. И сейчас я нам предлагаю копить на нашего ниндзя уже. Так, тут, конечно, он настреливает. Не знаю, как он тут будет с ними со всеми справляться. Но что-то он доуничтожает. Ладно, давайте временно я ему так вкачаю. Все, теперь мы его продаем. На его месте буду ставить ниндзя. И теперь у нас как бы и со свинцом будет попроще. И со всем нам... главное сейчас накопить на липкую бомбу. 3,5 тысячи мы должны в принципе запросто накопить за 3 раунда. В этом нет никаких трудностей. По крайней мере, мне так кажется. Я на это буду надеяться. А мы в принципе так посмотреть мы уже накопили. Так. Вот наша липкая бомба. Тут бы я еще вот это вкачал, конечно. Можно еще прокачать нашего алхимика хотя бы временно. И будем уже, знаете, вот готовы к боту, который у нас... поется... ой, я кстати забыл про тебя. Пебец. Я вообще забыл, что у нас герой есть. Анскан хотя бы тут немного накапливает всего. Так. Чего и как? Уничтожайте его, уничтожайте. Так. Так, подождите. Я на всех случаев произойду. У нас немного денег накопилось. Я бы у нас хотел попробовать зачетерить. работает ли здесь сейчас так. Так. Да, в принципе, как по мне, все сейчас тут работает. Я бы, наверное, вот здесь поставил вот таких вот классных челиков, которые наносят немаленький такой урон. И, кстати, не поузиться. Может быть, они не устранили вот этот вот баг, который тогда все юзали. Даже я. даже я. Ну, он действительно как бы очень сильно помогал в игре. Намного легче становилось. я не против, что его, знаете, что его убрали. Это, наверное, тоже надо было все сделать. Так, вы посмотрите, вы посмотрите. Так, давайте снова произойдем, потому что тут это прям опасно. с какого места он продолжится. С этого же или а, ну, прям почти с этого же. О, уничтожился. Так, ну, я бы нам посоветовал тебе в первую очередь еще до убийцы мало прокачать. Особенно в самом начале это будет то, что нужно. Вот, теперь и он у нас есть. и мне кажется, теперь мы со спокойной душой можем уже прокачивать наши банановые фирмы. По крайней мере, я на это надеюсь, что мы это можем себе позволить. Так, большую часть хп мы ему уже пробили. Укрепленные пошли. Так, с укрепленными мы тоже справляемся. О, мы справились. И тут справились. На самом деле очень опасно, если так посмотреть. Фух, все, первый класс мы прожили, пережили. на самом деле было не очень уж легко. Прям вообще. Так, у нас 13 раундов до следующего класса идет. Сейчас мы быстренько накопим большое количество денег на банановые наши фермы. Надо будет еще уже ставить первых наших как они, друидов. Друидов я, наверное, вот здесь буду посередине ставить, так как это будет очень хорошее место для них. И будем надеяться, что все будет у нас хорошо. Так, а с банановыми фермами то посмотрите мы уже прокачали это неплохо. Так, пока деньги идут, быстренько вкачаем у нас до этой, до рынка. фканус будет уже первый рынок. Будет нам дополнительное хп хотя бы давать, которое нам очень уж надо, потому что все-таки они тратятся со временем, а восполнить их нелегко, особенно без Бенджамина. Без Бенджамина это реально очень тяжело, поэтому тут рынками нам не обойтись. Мне как бы хочется, знаете, чтобы у нас был запас немного в хп, чтобы если что у нас была возможность немного шаров допропустить. Так, 4 рынка, еще плюс 80 банановых ферм, которые уже приносят неплохие нам деньги. Ну как приносят, уже и принесли неплохие деньги. Так, еще рынок. сейчас еще будет. Главное, что пока что вот эти все наши справляются. И меня радует, что у Обина уже 9 уровень. Как раз-таки на 10 или на каком-то раунде он уже будет давать хорошие бафы для наших друидов. Так, давайте вот сейчас ставлю цене Дворынка. Так, после этого раунда я бы сделал вот так вот. На всякий случай тут вот за 2 800. Чтобы у нас если что не справлялись нормально пока мы тут все заменяем. Как бы нам так сделать, чтобы прям все влезло и все они хорошо забафались. А посередине тут месяца не вместился? Почему так не весело? Так. Вот сейчас если мы вот так вот сделаем блин, этот например не забафался. У нас наверное будет вот этот главный потому что он 100% у нас забафается. От всех и от обина и прям вообще. так блин, жалко, что они совсем чуть-чуть не достают друг до друга. Тем временем кстати уже 59 раунд. Нам надо будет готовиться, потому что нам еще надо накопить 45 тысяч. Ну уже 40 на самом деле. радует, что у нас сейчас очень хорошо деньги идут. Хотя на самом деле могло бы быть и получше. У нас сейчас всего 12 500 тысяч. Так, надеюсь, что они справятся. Пожалуйста. Так, елочки поставили. Деньги продолжаем копить. Пожалуйста, пожалуйста, еще 20 тысяч. Так, главное, что вот с этими пока что мобами, которые вылетают, мы справляемся спокойно. Прям сложности нет никаких. А вот главное сейчас накопить эти 45 тысяч, и тогда вообще проблем не будет. По крайней мере с этим классом точно. Меньше 10 тысяч осталось. Единственное, что меня немного пугает, так это в том, что мы снесем еще одну шкалу, и уже полетит этот. Так, выжите. Я ничего не вижу, где он? Это тот? Не, вот это тот. Вот, все, теперь у нас вообще она иди будет. Все, вот это мне прям нравится. Вот это прям хорошо. хорошо. А я еще чуть ли не того не вкачал, вот вы понимаете, тогда вообще было бы очень обидно. Так, что мы делаем, что мы делаем, давай. Сейчас он быстро его добьет, как он в радиус попадет, и тогда вообще будет все здорово. Можем пока что тем временем дальше ставить наши рынки. Ладно, сейчас вот будем ставить. Как бы сделать, чтобы было намного все лучше. До следующего класса у нас еще 13 раундов. 13 раундов это очень даже много. Так, так вот берем, ой, аж до центрального нечаянно прокачал. Я просто хотел бананово-исследовательские лаборатории качивать потом. Ну да ладно, пускай сразу будет один рынок, больше хп будет нам приносить. И еще сейчас один поставим и будем уже на лаборатории копить. Сколько же тут на самом деле много места для ферм различных. Офигеть! Это очень здорово. Так, 19 тысяч. Адзянамах кстати очень хорошо наносит. Но друид вот в самом начале это прям вообще это идеально как по мне. Так, первая лаборатория у нас тут есть. А что мы тут скиллы спрятали? Я не понял куда они все пропали. Так, 7 раундов у нас. Ну единственное что как я понимаю даже со следующим нашим классом этот друид может спокойно справиться. То есть проблемы прям не будет у нас в этом плане конечно. Но в любом случае у нас тут еще столько раундов и сейчас я пока буду копить на банановые исследовательские лаборатории в том уже все пойдет и мы еще можем на что-нибудь накопить и поставить дополнительно. Поэтому надеюсь что все будет нормально. А то знаете будет обидно что я столько сейчас денег потрачу на наши фермы на заработок денег а в итоге потом мы бац и сольемся моментально. Это будет прям не здорово. Ну пока что прям сколько денег было вы видели мне это понравилось очень сильно 111 тысяч нанес уже наш друид обзянный мак тоже очень хорошо идет подводник кстати по Сантридите у него тоже все очень хорошо не зря мы его поставили не жале об этом а еще ведь обин тут у нас то есть он уже дает вроде бы бафы хорошие для друидов потом прям на самом деле здорово если до этого мы ставили именно бенджамина а как раз таки бенджамина просто давал деньги обезьян только первым скиллом бафал и то ближайшие 4 от него а тут же прям у них увеличивается вроде бы пробивная способность надавили а для этого друида мне кажется это вообще что-то невероятное так единственное что я понял мне надо будет потом поставить деревню чтобы наш друид смог пробовать камуфляж то есть как нибудь вот здесь давайте я поставлю вот так и вот так вот хочу то есть что они нам еще и будут больше денег приносить а тут как раз таки пока что у нас самые сильные обезьяны ну если не считать подводника так ну все посмотрите какой урон мы ему наносим очень крутой так давайте а тут пока будем 40 тысяч скопить уже 245 тысяч у него ну друид идет очень хорошо ему уже две шкалы снес это почти 100 тысяч хп о мы кстати накопили да он все съел как это классно так давайте теперь вот так начинать ставить а тут ведь у нас еще скидки да будут если не ошибаюсь да реально а причем еще большие вы посмотрите прям круто в этом плане так 100 тысяч осталось у нашего босса я даже на него уже знаете как-то внимания не обращаю я больше типа так вау деревня круто больше ей радуюсь а друид уже полмиллиона нанес урона сейчас прямо он вообще тащит и и лечь почти уничтожен с этим классом ой у нас тут кстати денег то накопилось так третий класс пройден наш нац раундов до появления следующего и мне кажется у нас не должно быть каких-то проблем сейчас у нас 90 тысяч это что-то невероятное так да попадает причем очень даже хорошо я бы нам наверное сейчас еще банановый централ бы тут прокачал хотя нет кстати зачем банановый централ давай центральные рынки прокачаем тут потому что это ведь тоже очень сильно нам поможет это мало того что денег много дает это ведь и хп наше так и теперь у нас вообще не должно быть никаких проблем 200 тысяч стоит это обезьян деревня то маркайте можно так вот здесь вот здесь еще вот так ну вроде бы здесь уже у нас все центральные рынки тем не менее у нас еще 11 раундов до следующего класса накопить мы за эти 11 раундов можем невероятное количество денег можем пока вот сюда поставить нашего ниндзя чтобы он у нас прокачивался кстати только что про них вспомнил и испугался прям испугался так давайте я тут поставлю нам вот такое чудо технологий чтобы она нам камуфляж пробивала во теперь намного еще лучше у нас все будет так давайте тут обезьяне волк стрит еще поставим можем себе позволить как мне кажется так еще вот здесь дротикометы я поставил до мэда его прокачать давайте пока ставим закрытое вот сюда чтобы он прям на входе у нас стрелял так обезьяна ниндзя пока идет неплохо на самом деле пока лично появился ой пока лично появился можем алхимика тут поставить ему офигеть я конечно не выкупился так раз у нас тут такой баф давайте еще одного здесь поставим вместо вот этого друида можно будет поставить вот сюда нашу обезьян ниндзя не назвал ее супер обезьян так за 4 раунда я не знаю успеем ли мы накопить 600 тысяч в любом случае мне кажется мы и без этих накоплений сможем точнее мы и без нашего прогона сможем справиться со следующим классом как мне кажется главное знаете вот алхимика продать потому что он ведь будет бафаться с этих зелень так давайте я даже сейчас лучше на всех случаев продам 400 тысяч у нас уже есть я в шоке так все давайте точнее как нажмем на кнопку чтобы он управлялся за нами и сносим и пока что ему прям вообще все хорошо главное что у нас они еще все видят камуфляж так что это прям здорово 350 тысяч у него уже отставить хп в общей сложности у него 525 к счастью у нас уже у самих тысяча хп все это благодаря нашим рынкам рынки это действительно тема особенно с такими знаниями что дополнительное хп ну на самом деле у нас и проходили точнее у нас почти никто не проходил поэтому это немного может быть нам и не пригодилось хотя на самом деле тут ведь хп отнимаются от вот этой вот штуки которую он призывает фантома типа а фантом то тоже неплохой урон наносит потому наверное все таки не зря так мне кажется обе нам деньги начал приносить прикольно так о ничего себе тут муабов ну мне кажется мы должны тут с ними расправиться так да то четвертый раунд у нас уже начался кстати и у нас почти миллион монет поэтому прям неплохо так тут скил надо завязать нам сразу и по муабам и по боссу идет так четвертый класс пройден закрываем ставим что у нас кто сколько урон нанес неплохо кстати по урону то есть это меня радует сейчас будем просто ставить еще дополнительных обезьян ниндзя чтобы потратить деньги и потом создать уже сильного парагона так как мне очень нравится парагон обезьян ниндзя прям очень крутой давайте кстати ставим банановый централ дополнительный ой о да только чай я уж подумал что что-то не то делаю но на самом деле то все все так и надо так и проблем у нас никаких не должно быть с нашим миллионом с нашим заработком с нашими хп если мы в принципе продадим все наши банановые фермы мне кажется это нам минимум миллион добавит то есть если у нас одна обезьянная деревня то 200 тысяч и одна обезьянная деревня нам принесла уже 800 тысяч с ума сойти можно 863 тысячи так о новый уровень о классно 118 здорово так до босса у нас 9 раундов очень еще много времени на самом деле мне на этой карте нравится таймер довольно-таки прикольная вещь но единственное что по-моему этот таймер движется даже когда он стоит пауза и вот сейчас если бы мы играли без ускорения до этого этапа мы бы дошли за 55 минут хотя мы играем намного меньше это все благодаря нашему ускорению ускорение это топ потому что без него на самом деле мне кажется было бы немного поскучнее что это прям долго было бы долго так я тут скиллы прокачал завязал точнее потому что там что-то надвигалось что-то было не очень уж и легко как же много на самом деле тут уже поставил так 180 тысяч 220 почти 100 тысяч ну неплохо мне кажется уже можно создавать этого парагона 33 а 33 по-моему это даже максимум для начала поэтому это вообще здорово так деньги у нас не заканчиваются и столько не увеличиваются поэтому мы тут могли бы потом поставить еще одного парагона его навряд ли мы прям уже успеем так прокачать так ой хотя может быть успеем слушайте 4 раунда если буду вот так просто все ставить как он тут кстати по урону уже 30 уже почти 40 тысяч урон нанес хотя я бы только поставил сильная обезьяна не спорю еще плюс это обезьян с бумерангами хорошо наносит так осталось 2 раунда до нашего последнего босса у нас денег немерено последний раунд кстати и будет финальная битва на самом деле можем еще пробовать обычного поставить парагона то есть обычного вот так вот подождите так давайте уберем ускорение вот так вот сделаем вот так вот сделаем еще вот сюда надо вкачать и по этой линии надо вкачать чуть чего здесь не поставил я лучше бы вот сюда так кнопки нажимаем все скиллы юзаем ой а я даже не заметил а у него уже 500 тысяч хп было снесено но это конечно в основном наш парагон обзина ниндзя посмотрите сколько он уже урон нанес поэтому всем советую на самом деле копить на него если вы на него накопите и сделаете ему еще нормальную степень то мне кажется вы одним им сможете затащить по крайней мере один на один уж точно но чтобы справляться еще с другими обезьянами ой с другими шарами мне кажется все таки другие башни тоже следует поставить на всякий случай и все и мы с ним справились за 3 раунда блин как классно победа лич побежден так шаров пробита 15 миллионов башна размещена ровно 100 получено денег 3 миллиона 358 тысяч пробита почти 8 тысяч использована сила одна это наш фермер способностей 33 обзина звезда обзина аз наша почти 4 миллиона урона ого на самом деле прям здорово так и денег получили вот деньги это прям вот вообще это то что мне надо так сколько мне интересно у нас уже жетонов с лечом неплохо так-то троих прошел это классно на этом я наверное буду заканчивать эту серию пишите комментарии как вам что бы вы хотели увидеть на моем канале а так подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и всем пока пока Продолжение следует...